Новая тактильная плитка, свежая разметка, ограждения на пешеходных переходах. В этом году дороги, по которым пролегает 64 транспортных маршрута Самары, обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проезжая часть стала безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. На оживленных маршрутах установили новые подсвеченные знаки, более информативные светодиодные светофоры с дополнительной секцией, а также металлические ограждения на тротуарах. Такие нововведения появились, например, на улице Арсебушевской. Порядка 22 светофоров установили новых, то есть это новые уже диодные светофоры, то есть были под замен лампочных. Они более эстетичные, они более практичные, долговечные. Если мы говорим конкретно о ограждении, то это порядка более 500 секций было установлено на всем участке. Это порядка одного километра нового ограждения. Главная цель – создать качественную и надежную транспортную инфраструктуру, а также снизить аварийность. Например, на проспекте Масленниково рядом с филиалом Третьяковской галереи, кроме ремонта дорожного полотна и укладки плитки, устроили островок безопасности. Такие конструкции появились еще на нескольких маршрутах, в том числе на улице Вольской. Кроме того, на некоторых дорогах, где это было необходимо, дорожные службы обустроили искусственные неровности, так называемые приподнятые пешеходные переходы. Эта конструкция вынуждает автомобилистов притормаживать, тем самым снижая скорость. Такие переходы появились, например, на улицах Партизанской, Аэродромной и Энтузиастов. Это техническое средство организации дорожного движения, установлено с целью принудительного торможения на пешеходные переходы, которые обустроены дорожными знаками. Данный вид конструкции удобен как и для безопасности дорожного движения, с целью, потому что у нас зачастую в городе на нерегулированных пешеходных переходах происходит дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. В этом году дороги Самары отремонтировали с опережением графика, несмотря на увеличенный объем работ. Так, в начале года планировали обновить чуть больше 48 километров дорожного полотна. По факту, отремонтировать удалось почти 67 километров. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.